Портал Сунген, добрый день, с нами Елена Романова, вокалистка группы «Ямала». Здравствуйте, только что было выступление ваше в новом составе, как вам впечатление? Здравствуйте, состав новый на самом деле... В новом проекте? Да, да, проект действительно новый, кто-то, Рик Гвелла, например, он еще из «Неодрама» пришел, то есть он, в принципе, старого состава. Ощущения? Я очень волновалась, очень волновалась, но получила долю позитива, потому что было приятно видеть знакомые лица, было приятно видеть реакцию людей. Мне понравилось. Это первое выступление в составе «Ямалы». Да, это такая небольшая демо-презентация, потому что мы решили, что у нас будет дальше уже более большая презентация, которую мы будем больше рекламировать, а сейчас вот, так скажем, для своих. Вы сказали, что где-то через месяц-полтора будет полная презентация концертной программы именно, или альбома. Пока концертной программы, об альбоме, конечно, речь идет, но это все гораздо более долго. Точную дату мы вам скажем позже, поскольку сейчас пока сами с ней не определились. А следующие концерты когда будут у вас? А вот это и будет, я думаю, что презентация. Если что-то возникнет другое, то мы непременно скажем. Расскажите, пожалуйста, о своем творчестве. Вот кто сейчас автор текстов, музыки? У нас есть два основополагающих человека, я считаю, в команде, на самом деле. Получается так, что большую часть песен приношу я и по своему видению немножко переделывает рик. То есть получается, что, да, тексты чаще мои, мелодии чаще мои, уже с коррективами где-то полностью, где-то чуть-чуть подкорректированные риком, и аранжировки уже идут тоже, а рик, а также все вместе. То есть, ну вот, наверное, как-то так. Рик — это барабанщик. Рик — это барабанщик, да. Вы сказали, что это фундамент группы, на концерте вы сказали так. Да, я бы сказала, что мы с ним являемся такими двумя китами, и это как раз в плане вашего вопроса про авторство. Хотя, если, конечно, спросить Рика, он скажет все песни Лена написала, но мое честное слово, что я не могу сказать, что полностью все мое, потому что Рик вносит очень много своей души, своего видения. Пусть, да, основа моя, но все-таки всегда вот есть алмаз, который нужно обязательно огранить, а огранка — это очень важное мероприятие, которое Рик делает, я считаю, что на все 100%. — Как давно вы с ним знакомы? — С Риком мы знакомы... Сколько мы с ним знакомы? Наверное, года два уже мы с ним знакомы. То есть он пришел в московский состав «Неодрама». Мы с ним играли в «Неодраме» получается полтора года или год. Я уже, если честно, путаюсь в датах, тем более после концерта, тяжело считать. Да, и получается, что уже вот будет год в декабре, как мы с ним в проекте «Юмала». — А остальные участники группы? — Вообще изначально «Юмала» планировалась с московским составом «Неодрама». То есть так оно все и было, но мы все люди, мы все живые, у всех бывают разные обстоятельства, поэтому по разным причинам два человека у нас из группы ушли. У кого-то там были свои семейные причины, у кого-то просто Виталик. Это был очень харизматичный бас-гитарист «Неодрама», которого публик, естественно, помнит. Но вот ему тяжело ездить все-таки, у него есть еще нижегородский проект, поэтому мы решили, что нам нужно его отпустить по его, естественно, желанию. И вот Женя к нам пришел буквально месяц назад, очень быстро мы с ним сделали программу, за что ему огромное спасибо прямо вот сюда. Женя, мы тебя очень любим, спасибо, что ты к нам пришел так вовремя. — Вы много людей благодарили во время концерта, а вот некоторых людей не назвали, потому что они просили оставить их инкогнито. В этом есть какая-то особая причина? — Ну, я не знаю, наверное, это причина этих людей. То есть есть просьба, я ее выполнила так, как они попросили. — Можете рассказать поподробнее, если несложно, про человека, кому посвящена песня «Ветер»? — Это был очень большой наш друг группы «Неодрама», в первую очередь. В декабре, по-моему, в декабре 2012 года первый раз он пришел именно сюда, в Доллинг Хаус, на концерт, и мы с ним здесь познакомились. Он очень много нас поддерживал. Он приходил на каждый концерт, он приводил к нам людей, своих друзей, он старался всем показывать наше творчество. Это ни одного концерта с тех пор, мне кажется, не проходило без его участия, чтобы Андрюхи не было перед сценой с флагом «Неодрамы», поддержкой. Он танцевал, он пел, он... Когда есть такие люди, ты знаешь, что ты придешь на концерт, и у тебя есть тыл. Мы приезжаем на нашествие, и он встречает нас там. Он организовывал там флешмоб, он помогал делать все. И вот, к сожалению, его не стало в этом году, но друзья, которых он приводил к нам сюда, его друзья, они пришли, и мы стараемся чтить память этого человека, потому что он действительно объединял людей, объединял вас. Была как-то небольшая акция поддержки, вот фотографии были. А вот вы еще благодарили Александра, Сашу, который чуть ли не с детства приходил на ваши концерты. А если не секрет, а кто это? Это мальчик, который первый раз пришел на наш концерт, когда-то, может быть, я не знаю в каком году, но, видимо, тоже, может быть, там 4-5 лет назад, а просто сейчас он уже такой высокий, взрослый, самостоятельный. Тогда это был еще мальчик, может быть, ему было лет 10. И вот на наших глазах он рос-рослый, вырос такой большой, взрослый. Это просто публика, но это близкая нам публика, это уже друзья. А еще вы в песне «Мир» благодарили, насколько я помню, звукозаписывающую студию, или, может, так путают? Да, это наши друзья, ребята TG Made Studio, в которой мы репетируем. У них есть репетиционный зал. А также мы у них записываем наши треки. Все песни именно были посвящены благодарностям людям, которые вас поддерживают? Нет, песни не были посвящены людям, которые нас поддерживают. Просто я понимала, что это первый концерт. Мы обязаны многим людям, мы им очень благодарны, потому что их поддержка нам давала силу, уверенность, нам давала некоторую финансовую помощь, чтобы мы могли существовать. К сожалению, не все музыканты могут позволить себе записать трек или репетировать регулярно. Поэтому была тоже некая поддержка, и, наверное, это очень правильно, сказать людям спасибо. Ну да, а вот насчет репетиции, как часто проходят репетиции ваши? Я бы сказала, по необходимости. То есть у нас есть регулярная репетиция раз в неделю, но когда мы понимаем, что нам этого недостаточно, то мы собираемся еще. А вот в составе «Неадрама» вы ездили на «Нашествие» и на «Мотомэлла Ярославец». А в составе «Юмала» вы планируете тоже на эти фестивали поехать, либо на какие-то другие? Да, у нас очень большие планы. Мы надеемся, что наши планы совпадут с реальностью, потому что, конечно, для группы очень важно побывать на крупных фестивалях. На какие бы фестивали хотели поехать? Конечно, на «Нашествие». Еще какие-нибудь? Какие будут, мы будем рассматривать любые крупные, некрупные, интересные фестивали. Мы сейчас открыты для этого, поэтому везде, куда нас позовут, мы будем рассматривать и постараемся приехать. Ближайший творческий план – это записать альбом, насколько я поняла. Ближайший творческий план – это записывать песни постепенно и давать концерты, потому что ни один музыкант не сможет без сцены. Поэтому, естественно, что мы будем стараться развиваться в обоих направлениях. Сегодня вы выступали с группой «Небо пополам». Это ваши друзья? Да, я думаю, что это уже наши друзья. Нас познакомил один наш общий друг. И мне кажется, что у нас есть общие темы. И надеюсь, что мы будем теперь годотворно и долго дружить и сотрудничать. Скажите, а клип планируете снимать? Да, мы начали съемки клипа на песню «Зима». Как только будет результат, вы сможете его оценить. Но пока еще неизвестно, да, когда? Пока еще неизвестно, когда, потому что процесс съемок, он, к сожалению, не уложился в один день. То есть нужно будет доснять некоторые моменты, плюс процесс монтажа. И третий аспект, что это осуществляет наш тоже хороший друг на дружеских началах. Поэтому все зависит от того, насколько у него будет время, насколько у нас будет время. Я поняла. Большое вам спасибо за интервью. Удачи вам. Всего хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok